Хостел «Шоколад» находится на цокольном этаже. Жильцы дома говорят, что уже шесть раз его отключали от общей электросети. Но предприниматели это не останавливают. Люди считают, что последний раз из-за незаконного подключения произошло короткое замыкание. Анна Кирсанова рассказала, лампочки в квартире просто взрывались. Сгорели стиральная машина, микроволновка и Wi-Fi роутер. Хозяйка оценивает ущерб в сумму более 70 тысяч рублей. Мигали лампочки, заискрились розетки, плюс заискрился щиток у нас прямо в квартире, который установлен. Мы сразу испугались, давай все выключать в подъезде. Какие-то работы там приводились, но явно не электриками. Ну и мы выбежали сразу из подъезда, все отключили, давай разбираться. Анина Семеновна узнала о случившемся, когда вернулась домой из деревни. В квартире стоял запах сгоревшей проводки. Пострадали два телевизора и ТВ-приставка. Женщина говорит, пока не ясно, кто будет возмещать ущерб. Приходили милиции, следственный комитет. С меня взяли все объяснения, как это все произошло, о опись имущества пострадавшего. И обещали, что через суд все выплатят и возместят. Выплачили, будет хостел, соответственно. Ну, должен был. Я спросил, они сказали, пока не знают, что суд вынесет. Жильцы дома уже 8 лет пытаются закрыть хостел. Люди неоднократно подавали жалобы и писали заявление в полицию. Это уже не первый раз. Свет-то да, им выключили все, они уже три раза подключились. Это вот был последний, все, что можно, они сделали. У нас есть видео, как директор этого хостела при нас выдирал провода. Все это у нас есть, у нас доказательств очень много. Администратор хостела вину отрицает, говорит, проблема в старой проводке. Нашей съемочной группе не удалось попасть в хостел и выяснить мнение его представителей. Прокомментировали ситуацию только по телефону. И то анонимно мужчина не посчитал необходимым представиться. Но это возникла ошибка. Там не было никакого подключения, не было возможности. Кабель полностью сохранен подключение. Но при устранении кабеля монтажниками вертикально был перерезан ноль. Общий домовой. Отсюда прошла, включилась авария. Как пояснили представители хостела и жильцы, они не вызывали специалистов для ликвидации аварийной ситуации. Сделала это управляющая компания. В ситуацию вмешалась и мэрия, но чиновникам не удалось попасть в хостел. Им сообщили, что он не работает с 19 сентября. Для решения проблем в администрации города жильцам рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. Именно это ведомство контролирует законность размещения хостелов в жилых домах. Ирина Начарова, Дмитрий Базаров и Дмитрий Шаталов.